если говорить про показы то может быть вам покажется это немножко для начала непривычным но у нас бывает такая ситуация что когда вы это например когда я показываю дома своему клиенту покупатели первое время люди когда заходит они удивляются о том что в доме никого нет на самом деле у нас и они сначала вот как бы люди спрашивали а почему каждый раз приходит а дома никого нет а где вообще продавец куда удивляется на самом деле в канаде принято на показы уходить из дома то есть люди зачастую считают что они не хотят вам мешать они дают вам возможность как бы интимно провести время с их недвижимостью для того чтобы понять вам нравится вам эта недвижимость или нет почему это делается потому что например если у нас скажи не движешься зачастую продается вот я сижу на кухне да и нас недвижимость зачастую продается там включено обязательно плита холодильник посудомоечная машина стиральная сушильная машина все это включено в цену то есть если человек находится дома то вряд ли вы будете открывать холодильник смотреть на морозильную камеру, что у него там лежит из каких-то продуктов, вам, скорее всего, будет неловко это делать, потому что люди находятся дома. В то же время человек, наверное, вправе туда заглянуть, потому что это же включено в цену, правильно? Второй момент, иногда люди заходят и говорят, вот хорошо ли вот вода стекает в канализацию, и они пытаются открыть, скажем, допустим, воду в унитазе, и вряд ли вы тоже будете это делать при людях, если они находятся дома, это, в общем, достаточно странно, да? Иногда люди хотят открыть там какие-то шкафы, допустим, белевые, посмотреть, их не интересует там ваша рубашка или там ваши платья, которые висят, естественно. Их интересует, допустим, какого он размера, насколько он глубокий, допустим, да? Опять же, вряд ли вы будете это делать при людях, если они находятся дома. Иногда людям хочется присесть на диван, посидеть за столом, там как-то прописать себя немножко в дом, то есть почувствовать, вот примерить, как я иногда говорю, примерить дом на себя, то есть вот посмотреть, идет он мне, хорошо ли он на мне сидит, этот дом. Вряд ли вы, опять же, будете рассиживаться, разлеживаться там где-то на диване или, так сказать, в кресле, потому что это, в общем, достаточно маловероятная вещь, наверное, скорее всего. Плюс люди иногда не очень хотят присутствовать при показах, потому что покупатель зачастую задает, ну, если особенно он неопытный или агент не успел его подготовить, он может задавать какие-то вопросы, которые не относятся к делу. Например, частый вопрос, а почему вы продаете свою там квартиру или дом? Ну, как бы, а какая разница, почему я ее продаю? Вот продаю и все, хочу я, вот я там развожусь, я свожусь или там я меняю работу. Тебе-то какое дело? Я вот хочу продать дом, тебе нравится? Посмотри, если он тебе нравится, покупай. Если не нравится, то какое тебе дело, почему я продаю? Правильно? То есть не всем это нравится. Плюс иногда бывает, что люди, если приходят в дом и там сидят продавцы, то они как бы из вежести начинают разговаривать, начинают уходить разговор куда-то в сторону, где там магазины, а как там кинотеатры, какое кино после него рассмотрели. И в результате человек через 15 минут ушел из дома и не помнит, он вообще там видел что-нибудь или нет. То есть вот эта идея как раз в том, чтобы дать возможность человеку интимно провести время с недвижимостью, чтобы понять, насколько он ее хочет купить, насколько она ему подходит. Еще один момент, как правило, заключается в том, что если вы находитесь, допустим, в доме с женой, вы пришли покупать, то вам хочется обвиняться с ней своими мнениями. Вот слушай, а кухня для нас, она не маленькая, вот это вот смотри, а шкафов тебе достаточно, а как ты считаешь, вот эта спальня, она, в общем-то, нормального размера или, может быть, она маловато, вот а нам хватит этого. Или, допустим, обсудить, скажем, дизайн, вот тебе нравится, что цветы покрашены. Стены покрашены, скажем, там, я не знаю, зеленый цвет, допустим, и так далее. Опять же, люди обычно, так сказать, стараются закрыть рот на замок, потому что если кто-то находится дома, они ничего этого обсуждать не могут. И в этом смысле как раз вы себя чувствуете легко и комфортно, когда дома нет. Правильно? Я как-то рассказывал о том, что у нас есть такая отличительная особенность, которая мне показалась в России пока еще не очень развита, она называется стейджинг. Стейджинг – это когда, например, скажем, риэлтор продает абсолютно новый дом, и он абсолютно пустой. Есть люди, которым нравится смотреть пустую недвижимость, потому что им как бы легче спланировать дом, то есть легче представить, куда можно, как расставить мебель. Есть людям, которым нравится больше смотреть меблированную недвижимость, поэтому если вы пойдете, например, посмотреть, скажем, недвижимость, которую у нас продают строители, то вы увидите, что она всегда стоит с мебелью. Причем сделано это настолько красиво и разложено вещи таким образом, что у вас создается полное ощущение того, что люди в доме живут. Хотя там в доме никто никогда не жил, но там, если вы зайдете в ванную, вы можете увидеть, там у себя полотенца, халат, стоят тапочки, лежит кусок мыла и так далее. То есть есть как бы полная иллюзия и ощущение того, что люди в доме живут. Так вот зачастую это и называется стейджинг, то есть это такое декорирование дома искусственно для того, чтобы его наиболее красиво подать, чтобы покупатель пришел и сказал, вау, я хочу этот дом, я хочу его прямо сейчас, right now, как говорится. То есть для этого есть специальные дизайнеры, это стоит определенных денег, конечно, безусловно. То есть эти дизайнеры могут завести мебель вплоть до того, что с магазина, и иногда вы, например, можете идти в доме, посмотреть в каком-то декорированном доме, вы увидите, что где-то аккуратно спрятан ценник, то есть если вы, покупая недвижимость, захотите купить эту мебель, то вы можете посмотреть, сколько она стоит, например. Это дает, кстати говоря, влияние большое на покупателя, особенно если это хорошая, дорогая недвижимость, это, как правило, довольно часто делается. Еще один интересный момент, я не видел пока такого в России, может быть, это уже тоже появилось. У нас, когда мы продаем недвижимость, я, например, всегда ставлю щит возле дома, сайн, как у нас здесь называется, риелторский сайн, на котором написано название компании, телефон моей компании, мое имя, иногда стоит фотография риелтора. То есть смысл заключается в том, что, как я сказал, что вы не можете постучать в дом там или вас, скорее всего просто выправить, разговаривать с вами не будут. Но если у вас есть вопросы, то вы можете по этому сайну, по этой информации позвонить. Телефон, так сказать, придет сообщение мне, и я вам перезвоню и скажу, что вот этот дом имеет три спальни, в нем четыре санузла, в нем есть отделанный бейсмент, нижний этаж и так далее и тому подобное. То есть я могу ответить на все ваши вопросы, и если вы захотите, то вы можете со мной договориться, я приеду и покажу вам эту недвижимость, если я ее продаю как агент. Вот. Иногда на этот щит, на этот сайн вешается такой маленький пакетик, я это тоже делаю, куда вы складываете листовки. То есть вот эта распечаточка с МЛСа, с нашей базы данных, вот то, о чем говорят, сколько дом стоит, сколько спален, сколько санузлов. То есть вам не нужно никуда в дверь стучать, вам не нужно беспокоить владельца недвижимости. Все, что вам нужно подъехать, это достать этот листочек из вот этого пакетика, там все будет написано, и дальше дома вы уже можете посмотреть, и если у вас проявился интерес к этому дому, вы позвоните мне, риэлтору, если я его продаю. И как я сказал, что я охотно отвечу на все ваши вопросы. Помните, я говорил о том, что мы когда приходим на показы в дом, то там, как правило, в самом доме никого нет. Но тогда у вас, наверное, соответственно возникнет вопрос, а каким образом вообще риэлтор и покупатель попадают в дом, если там никого нет, правильно? Вот я вам сейчас покажу. У нас есть такой риэлторский замочек. Вот видите, сейчас я наведу резкость на него. Вот. Он вешается на ручку двери. Вешается он таким образом, чтобы нельзя было его снять. И вот сюда внутрь кладется ключик от двери. Естественно, этот ключик не дается кому попало. Мы риэлторы, когда заказываем показ, опойтно называется, нас авторизует. То есть я звоню в компанию продавца и говорю, что я хочу показать своему клиенту покупатель. Они говорят, окей, не проблема, когда вы хотите, как ваше имя, как ваша фамилия, как называется ваша компания, какой телефон вашей компании. И дальше я говорю, что я хочу показать его сегодня там с трех до четырех дня, допустим. И через какое-то время мне приходит на мой телефон, вот у меня нет с собой телефона, он там лежит, неважно. Мне приходит сообщение, что ваш показ подтвержден, что вы можете сегодня с трех до четырех часов войти. Тогда я получаю вместе с этим подтверждением код для замка. Сейчас я вот попробую развернуться к вам. То есть вот так видно, да? Наверное. То есть вот здесь вот у меня есть комбинация, там, допустим, какая-то. Я его открываю, этот замочек, да? И в результате вот, ну, допустим, у меня какая-то тут батарейка лежит, будем считать, что это типа ключей. Я вот его сюда кладу, ключик, кладу его обратно, набираю свою комбинацию, которая мне нужна там, допустим. Закрыл. Все. Теперь вы больше этот замок не откроете до тех пор, пока вы не знаете комбинацию этого замка. Это на самом деле достаточно надежное устройство. Вот сейчас я попробую еще раз открыть, вы посмотрите, как это делается. Вот я его открыл, и вот так вот я достал оттуда ключик. Вот. Этот код продавец периодически может в целях безопасности менять для того, чтобы, так сказать, люди не ходили к нему. Но, вы знаете, кстати говоря, довольно смешно, я когда как-то показывал это своим Риел, там, знакомым в России, они смеялись от души и говорили, слушай, у нас дядя Коля какой-нибудь или дядя Вася там какой-нибудь, да он эту штуку твою, он ее всковыряет ножом там или там этим, отверткой какой-нибудь за пять минут и тут же залезет в дом. Во-первых, это довольно, кстати говоря, крепкое устройство. Это не так просто, как вам кажется, на самом деле, его сломать. Во-вторых, наверное, это Канада, я не думаю, что кто-то полезет ломать, да и, наверное, это непросто сделать, потому что он висит у вас на наружной двери, то есть, если вы встанете возле наружной двери дома и будете ломать замок, но вы уже тем самым привлекаете к себе внимание, правильно? Ну и самое главное, что в этом как бы и смысла никакого нет. У нас каждый дом имеет задний двор, то есть, вы можете туда пройти через забор, у нас, как правило, есть калиточка, она открыта, то есть, вы можете туда зайти, просто, я не знаю, сломать заднюю дверь или разбить стекло, и, по крайней мере, вас никто особенно сзади там и не увидит, поэтому как бы смысла ломать вот это устройство никакого нет. Тем не менее, это очень удобная вещь, потому что большинство риэлторов, и я в том числе, мы как раз предпочитаем, чтобы эта штука висела на двери, потому что мне это позволяет без продавца зайти в дом, спокойно поработать со своим клиентом, послушать, что им нравится в доме, что им не нравится в доме. Я не хочу, чтобы мне кто-то в это время мешал, перебивал мне. Иногда бывает, что если продавец не очень хорошо подготовленный, он оказался дома, он бывает иногда назойлив, он пытается что-то вот, давай я тебе вот это покажу, давай я тебе это расскажу, и в результате он зачастую как бы отнимает этим время. То есть, это очень удобная вещь на самом деле. Это вот так немножко коротко, наверное, отличий гораздо больше на самом деле, я уверен, что их гораздо больше, но я не ставил себе задачу, так сказать, рассказать все сегодня. Если мне что-то придет на ум в дальнейшем, я постараюсь вам это рассказать. Это все на сегодня, надеюсь, вам было интересно это послушать. Как всегда, приглашаю вас подписаться на мой канал в YouTube, Google+, на мою страницу в Facebook, ВКонтакте, в Однокласснике. Всех охотно принимаем, друзья. Всего самого на лучшего и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok